Здравствуйте! В эфире область экономики, программа о деньгах и финансах и обо всем, что с ними связано. В студии Елена Шиломенцева. Смотрите выпуски. Кому хотят увеличить налоговую нагрузку? Что представят амурчане на выставке в Японии? Какие банкноты были выпущены в период правления Никиты Хрущева и как взять потребительский кредит, чтобы потом он не стал большой проблемой? На 4,9% в России предложили максимально поднять налоги на малый бизнес. С инициативой выступила Минэкономразвития. Если проект будет утвержден, затянуть пояса предпринимателям придется уже в следующем году. Речь идет о едином налоге на вмененный доход, патенции и торговом сборе. Как пишет Лента.ру, ЕНДВ является самым популярным налоговым режимом в секторе малого бизнеса. И он вырастет сильнее всего. По предположениям аналитиков издания, рост налоговой нагрузки больнее всего ударит по предпринимателям в сфере торговли. В Преамуре стало больше частных инвесторов. За два месяца рост составил 22%, с 3900 до 4800. В рейтинге регионов Дальнего Востока по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов Амурская область находится на шестом месте, на первом Приморский край в аутсайдерах Чукотка. Специалисты это связывают с низкой численностью населения. Напомню, механизм индивидуальных инвестиционных счетов заработал в России с 2015 года. Преимущества нового финансового инструмента амурчане оценили быстро. и стали активно выходить на фондовый рынок. Как отмечают в региональном отделении Центробанка, начать инвестировать таким образом можно даже имея небольшую сумму. Размер максимального ежегодного взноса увеличен до 1 млн. рублей. Сам процесс очень удобный, кроме того, есть возможность налогового вычета, что позволяет повысить доходность инвестиций. Узнать об особенностях и преимуществах индивидуального инвестиционного счета можно на информационном ресурсе Банка России «Финкульт.Инфо». 140 млн. 50 тыс. рублей в Благовещенске выставили на продажу производственную базу, ранее принадлежавшую Антону Тарану, экс-владельцу управляющих компаний. Напомню, после его банкротства часть недвижимости перешла в собственность амурских коммунальных систем в счет погашения долга. Объект находится по адресу улица Северная, 163. На 6 тысячах квадратных метров земли находится двухэтажное административное здание площадью 670 квадратов. Второй и первый этаж разбиты на офисные помещения с отдельным входом. Также на территории базы расположены 33 гаражных бокса с высотой ворот от 3,5 до 6 метров. Общей площадью более 2000 квадратных метров. Территория огорожена. Стоимость всего комплекса 140 млн. рублей. Цена не окончательная. Новому владельцу готовы сделать скидку. Преамурия в числе регионов лидеров по приему китайских туристов. Только за 9 месяцев 2019-го область посетили более 103 тысяч путешественников из Поднебесной. Для сравнения, за весь прошлый год их было почти на 2000 меньше. В октябре был побит своеобразный рекорд по однодневному въезду. 3 числа через пассажирский пункт пропуска прошли 2269 человек. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Традиционно популярными у китайских туристов остаются экскурсионные маршруты по Благовещенску, посещение сел Игнатьева и Ивановка. Последние туристов знакомят с русским бытом и деревенским укладом жизни. К слову, в 2019 году средний чек китайского туриста в Благовещенске превысил 9 тысяч рублей. Самыми популярными товарами по-прежнему остаются янтарь и косметика. В пятерку главных трат входят также ювелирные украшения, сувениры, алкоголь и шоколад. Туристические возможности Преамурия презентуют на международной выставке в Японии. Она пройдет с 24 по 27 октября в городе Осака. Амурскую область представят три компании. В стране восходящего солнца амурчане расскажут об экскурсионных маршрутах по Благовещенску и ключевых технообъектах региона Бурейская и Нижнебурейская ГЭС, космодроме Восточный. Здесь же гостям предложат попробовать космическое питание и экологически чистые продукты. Вино из амурского винограда, домашний сыр. Кроме того, презентуют эко и грибные туры по Амурской тайге. В частности, иностранцев хотят пригласить на сбор мацутаке. В России этот гриб называют японским трюфелем. Особенно он ценится в кухне азиатских стран за его антиоксидантные свойства. Планируется, что в выставке примут участие более 200 тысяч человек. В прошлом году в рамках туристического экспо себя презентовали 136 стран и регионов мира и 1441 одна компания. Далее нашу программу продолжит рубрика «Деньги и их история». Сегодня поговорим об экономической реформе Никиты Сергеевича Хрущева и о банкнотах, выпущенных в период его правления. Следующая денежная реформа, вторая после Великой Отечественной войны, проводилась советским правительством в 1961 году. Ее проводил, она проводилась под руководством Никиты Сергеевича Хрущева. Цель этой реформы была просто замена старых денег, то есть денег, которые ходили в обращение после реформы 1947 года, на новое в соотношении 10 к 1. Денежные знаки, выпущенные в обращение после реформы 1961 года, они, конечно же, сильно отличались от тех денежных знаков, которые были выпущены в 1947 году. Во-первых, они различались по цветам, да, вот 100-рублевая банкнота и 50-рублевая зеленая. Но такие денежные знаки и вообще, конечно же, редко у большинства населения вводились в кошельке, потому что, ну, это, соответственно, зарплату люди, которые получали вот такими банкнотами, зарплату они, конечно, имели высокую. Поэтому у большинства населения зарплата складывалась из вот таких банкнот 25-сиреневая, да, и красная десяточка. Ну и детям давали на мороженое, на сладости, на напитки вот такие банкноты. Маленький рублик и вот такая зеленая трешечка. К чему привели хрущевские преобразования, мы расскажем в нашем следующем выпуске. Забегая вперед, отмечу, что выбранный им курс стал губительным для всей советской экономики. А теперь пришло время ответить на ваши вопросы. Так, один из телезрителей поинтересовался, где лучше всего взять потребительский кредит и как его правильно оформить, чтобы со временем он не превратился в большую проблему. За ответом мы обратились к специалистам Центробанка. Потребительский кредит выдают банки, но также можно взять заем, который можно получить в микрофинансовой организации, кредитно-потребительском комперативе и ломбарде. Для получения займа в этих организациях вам потребуется заполнить меньшее количество документов, чем в банке. Например, в ломбарде достаточно предъявить паспорт и оставить что-то ценное, а в МФО можно оформить займ, даже не выходя из дома онлайн. Да и сама процедура менее сложная и на это уходит меньше времени, но есть существенный минус. Процент, который начисляется на сумму вашего займа, гораздо выше, чем в банке. Поэтому прежде чем взять займ или кредит, нужно внимательно ознакомиться с условиями их предоставления. Обязательно рассчитайте свои возможности и сопоставьте их с суммой, которые вам придется заплатить. Проверьте, нет ли дополнительных платных условий в договоре и уточните, можете ли вы от них отказаться. До подписания договора внимательно проверьте правильность включения условий в договор, чтобы избежать неприятных неожиданностей после его подписания. И важный совет телезрителям. Выбирайте и сравнивайте предложения разных организаций. И не забывайте анализировать индивидуальные условия. На этом у меня все. Пересмотреть выпуск можно на нашем сайте amurobl.tv. Самые интересные сюжеты на нашей страничке в инстаграм. Если у вас есть вопросы, на которые вы сами не можете найти ответы, или вы попали в неловкую экономическую ситуацию, звоните, будем разбираться вместе. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!